так что у нас у нас с вами еще два региона но внешне так кажется и это у нас полярный причем здесь также есть и вулканический ледник в достижениях steam указано что одно одно из достижений это закрыть полностью вот этот вот полярный оставив не менее 15 клеток вулкана ну то есть вулканическую речку можно оставить не знаю как это будет связь согласовываться с оленями и медведями но вероятно как-то это можно согласовать сейчас посмотрим как это выглядит сразу на достижение наверное играть и не собираюсь потом уже как-нибудь за кадром когда-нибудь этим займусь потому что игрушка реально классно так полярный гейзер и потоки лавы создают идеальные условия для создания геотермальной электростанции расплавьте загрязненные слои льда чтобы очистить землю под ними концентраторы света помогут увеличить температуру воздуха и расплавить снег 4 биома 6 животных 11 условий климата используйте сейсмические детонаторы чтобы образовались трещины и лава вышла на поверхность расплавьте снег с помощью геотермальных электростанций концентраторов света чтобы очистить землю под ним очистить полярный океан от токсинов чтобы он мог сушить источником жизни ох май но лужицы я вижу да есть у нас геотермальные источники ну и видимо вот это серое это снег и лед есть у нас письмический детонаторы которые работают без электричества очиститель токсинов концентратор света точно так же я так понял без электричества облака парогенератор чё у нас по условиям таяния снега больше 0 сейчас у нас минус 10 грибы в лесу рост айсбергов айсбергов еще виши радиации есть токсичный но это радио я понял водоросли сияние меньше пяти процентов токсичность интересно сияние что нам даст ладно давай попробуем куда-нибудь воткнуть давай сюда бах круто так так солнечную панельку не как то то есть нам надо а вот так да сразу просить и принох да надо было сначала поставить короче сначала ставим вот эти ерунда вины вот а потом мы ставим а как у нас не очень понял как у нас чувствуются то есть у нас есть вот такие до локации куда можно поставить вот так вот но например чё нам надо сделать для лавы нам надо короче поднять температуру у нас уже минус 8 температура минус 7 я понял короче этим мы выдернем сейчас лаву уже минус 6 температура да температура повышается ну да тут видно что такая там высота или глубина деньги чисто на это тратить так 0 есть по идее нам надо как-то температуру повысить но пошло видишь плюс плюс один начале эти сами пропадать вот у нас еще лава появилась так как а лава у нас появится вот если мы например вот здесь пахнем да дэнс не очень понятно еще 41 просто вот тут как бы есть до лава потекла вот геотермальная электростанция ставится она на лаву прикольно то есть мы можем вот так воткнуть я не буду тут поставить минус радиация лишь сразу пошла и деньги до свидания блин ну вот чё-то как-то мне не не нравится я большую часть денег потратил на вот эту ебалую мне кажется это не так должно быть так это я помню значит нам надо растеребить так чтобы вышла вышла а вы попробуем 10 потеребить во смотри я понял вот короче надо было вот этот перебить а не то чем я занимался все это время вот геотермалка сразу появляется а здесь мы сразу можем ставить вот это все так интересно вот так смотрим можно поставить вот так по идее нам как-то можно же а тут у нас наверное так чё это у нас осушитель дает меньше влажность требуется камень электричества а зачем нам осушитель интересно нас если влажно давай посмотрим по влажности 40 процентов 70 процентов влажности возможно при высокой влажности у нас много это его много не того что нам надо так так давай еще вот тут бахнем поставим сразу вот так и вот так вот чуть-чуть чутка бы поменьше бы можно было бы делать так вот тут надо порвать вот тут надо порвать речки 5 воду чистят по моему ну по ощущениям да так водичка ванна прям хорошо слушай водичку почистила еще 20 15 14 клеток так температура у нас повысилась это замечательно и что дает морозильная установка замораживает понижает можно создать лед в чистом океане ставится так понял на камень минус 5 интересно зачем это вероятно когда повысит очень сильно повысить температура не сможем это самое озеленять есть такое подозрение есть влажность должна быть плюс 40 надо по идее нам как-то радиацию понизить так 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 еще по идее вот такую хрень можно юзать да давай попробуем и в и и и и и и и и счет как-то пока не очень понятно всего пятьдесят пять процентов я уже потратил все бабки давай еще раз прицела можно перезагрузить даже целую карту потому что тогда она сгенерируется совершенно по-другому и может быть легче как вот например на прошлой карте вот давай пойдем вот отсюда у нас как раз потечет лава и моего 10 бахнет вот здесь мы можем сразу поставить тебя так есть бы какой-нибудь зем снаряд поставил а ему нужно электричество я понял вот так странно что туда не не идет надо бы нам конечно поднимать температурку осушитель влажность температура влажность пока пока чуть сложно давай рядом и штуку пахнем так до этого как температура лучше шла по-моему дыр и и и эхэхэхэхэх опять мало денег так давай здесь бахнет шо нам плохо что блин 1 1 градус не хватает и денег не хватает черта я не снега пошла миг 60 тысяч фур 60 тысяч 60 процентов мы полин ещешь и что ли что-то даже меньше стало почему-то забавно вот так давай сделаем ну чтобы давай 90 процентов мать твою о 104 так окей увеличьте биологическое разнообразие местности создав на возвышенности тундру устроить и пожар что получить за луна который вырастет лес заморозьте потоки лавы чтобы создать каменные поверхности на которых будет расти лишайник используйте монорель чтобы переместить и водоросли в океан так манарис мы уже знаем что такое это чай биокупол создает тундру в зоне действия может расти только на возвышенности и в условиях низкой влажности строятся на оросители на низкой влажности но строится на оросители круговой экскаватор будет охуенно а то есть типа если мы его вот так поставим то тут у нас что-то произойдет вот так пойдет прикольно так вулканический радиатор создают камни то есть мы вот так вот его ставим и у нас как раз тут камни вылезут охренеть какое количество так и водорослевый питомник строится на а россии сити и ситиль блин опять монорез даже строить надо то есть мы можем спокойно шутка не хватает так растение идеально так значит как бы бы объединить ба не наверное зря так тел тут бахнем как раз камни появятся нет да да вот так зачем она рельс а создают заросли водоросли понял то есть вот эту хрень можно переместить и все будет пусть вот так болт их и так окей куда еще воткнуть есть тундра влажность хорошие условия вот так вот прикольно конечно тундра еще давай бахнем тундры так нам нужно влажности добавить сразу нормальная температуру бы добавить да наверное надо короче этим она рельса ставить мне кажется мы на них очень не нехило сэкономим так будем переносить залили так это у нас не подходит потому что слишком влажная так понимаю да так 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 наверно лучше с отраслями закончить что пока по ощущениям и будет проще всего сделать так 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 Перенеси некуда, ну. Да. А, денег нет. Ух, блин. Блин, надо этап заново начинать. Что-то вот как-то тут вообще. Слишком много всего нужно за раз предусмотреть. Прям печально. Так. В идеале нам надо сделать монорельсовую дорогу, чтобы все вот эти вот хреновины мы могли переносить на изи. Мне кажется, это самый простой вариант будет. Вот. Для этого нам нужно поставить вот такие штуки. Везде. Чтобы у нас камней стало больше. О, лед даже появился, потому что минусовая температура. Прикол. Так. Значит. Сейчас. Уп. У меня опять нет. Хмм. 112. 0 0 0 0 0 0 так тундру есть тундра есть получается нам нужен сделать вот такой вот круговой экскаватор потом сделать вот такую вот фигню надо сделать вот так вот 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 интересно а чё не течет ничего и никуда остались заросли водорослей и тайга так и то есть получается деревья так это не денег не хватит питомник в водоросли нам надо перетянуть вот туда аж то есть нам по идее надо вот так сделать так но того куда-то еще питомники по выпой дергивать эти так 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 да вот эту мы можем дернуть важен теперь надо как-то нам сжигать все нафиг а они можем потому что нет денег далее ладно давай попробуем регион сменить что у нас получается пока упал все тут сделал нормальный монорельс короче если делать все правильно а у меня так не получается получается нормально но через жопу значит нам надо тундру поджигать для того чтобы получить лес вот тундра у нас принципе неплохо все нам нужно лишайник то есть камни и нам надо вот то есть там вот эту штуку надо как-то куда-то но проблема в том что нам надо вот эту ебалу куда-нибудь запихнуть сюда вот под камень а например сюда а а здесь мы поставим вот эту штуку и лишайник вот почти теперь нам надо вот эту штуку от тараканить куда-нибудь сюда нам целом это не надо но пускай будет соответственно нам надо дальше заниматься камнем точнее лишайником надо его куда-то вот запердолить блин а тут особо то и мест нету есть лишайники есть так теперь нам надо лес посоздавать лес у нас делается через вот эту хрень вот поджигаем тундра пошла нахер по ходу 2 так здесь мы можем изи запердолить вот это куда-нибудь бы да особо никуда я не запихнешь то есть если мы например но у тебя ну понятно мы не можем поджечь лес а но понятно мы можем здесь снова поставить вот эту штуку оставить тебя и поставить тебя но это как бы мало вот у нас здесь есть еще он тоже как бы ни о чем нам надо как-то сделать пожар а поджечь я могу почему-то только вот вот это я не могу поджечь что-то другое давай попробуем парогенератор врубить ну тут такой себе и это тоже никуда не пихается так использую систему монорель все переработать тогда обитатели туда-сюда ну короче как обычно она такая жопа была значит надо тебя поставить сюда да мы ставим сюда и теперь это начинаем перерабатывать так а чё она снижает радиацию интересно так ладно вот это наверное нам надо как-то будет доставать да вот этого я не не то и нам нужно вот это хреномутье для изучения поставим олень травоядная лишайники это бывает по снега видите снег на эту так таки и поряд от тундрой так так это у нас это хрень лес короче нужна и тундра и белая сова пушистые хищники снегу когда крылся по тундре понятно киты с бивнем подо льдом а у нас льда нету так птицы живут на льдинах и не умеет летать крупные хищники по идее нам тут надо температуру понизить вот чё нам надо а это белые мишки о пингвинчик а нашли вот он ходит малыш так окей минус 9 заросли плюща больше минус 15 или меньше минус 15 интересно так так У нас же смотри еще вот такая штука есть. Если мы ее вот сюда пахнем. Так, нужен океан. Я тут возьму то этот океан. И нарвал. Насрал, блин. Ну в целом, мы сделали. Нам осталось тут только подразобрать тут. Вот, я думаю, мы тогда это и сделаем. Не будем дальше. Это. Товой. Товой. Вот, нам надо еще вот это разобрать. Чтобы это разобрать, нам надо это забрать. Так. Вот так. Идь. 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 Есть. Вот эту штуку мы, наверное, можно как-то забрать. Так. Так. Тканирование тоже пусть забирает. Ага, у нас тут еще есть. Так, здесь у нас все забрано, да. Ага. так вот это стало наверное можно было и вот эти ерунду и наставить а потом к ним мы тема на рельс от оттараканить но не знаю так ну замечательно прикольно получилось целом карта но конечно то что нужно балансировать между холодным и жаром это прям тяжело я думал предыдущая карта тяжелая оказалось что они даже интересно что будет дальше вот 50 процентов всего мы с вами там сделали континентальный лагуна бамбук подсолнухи и лиственный лес 6 животных также один и затопленный город я думаю уже эту карту мы уже в следующий раз посмотрим не забывайте подписываться на канал заходите в дискорд цен и телегу всем удачи и пока